Эту игрушку художник Александр Лавров называет просто мутант. Какой-то умелец собрал ее из игрушечных же трактора и пулемета Максим. Их в советское время делал киевский завод Ватутина. И, вероятно, подарил своему ребенку. Спустя десятки лет все механизмы прекрасно работают. И даже маленький заводной ключик не потерялся. Так, вот я завел колесики, а сейчас я заведу еще и сам пулемет. Вот здесь вот он включается. Ты едешь и стреляешь. А это вот сам зави колесик. Ой! В общем, он ездит. Сейчас можно только позавидовать смекалке людей, которые делали эти игрушки из всего, что было под рукой. Здесь деревянные пистолеты и корабли вырезаны еще до войны. А этот радиоуправляемый робот сделан в 80-х из обычных консервных банок. Конечно, все экспонаты существуют в единственном экземпляре. Какие-то игрушки уже просто никому не нужны. Например, театральных кукол Александр Лавров нашел в мусорке. Другие он выкупает на аукционах. Так хозяину совсем не жаль было расставаться с трактором, сделанным дедом. Он принес этот внук, сказал, что ему дедушка его делал, но он ему уже больше не нужен. И принес его в продажу. Я его, кстати, тоже дорогой. Там тысяч пять стоил. Для меня это дорого. Я его купил, потому что он просто уникально сделан. Вот такая филигранная работа. У него тут и ковш есть, и дверки открываются, и можно пассажира туда сажать. Деревянные сани тоже довоенные. Сложно даже представить, сколько поколений детей успели на них покататься. Лавров из принципа не реставрирует и даже не подкрашивает старые игрушки. В этом говорит их шарм. А первым экспонатом выставки «Самоделкин» был железный домик-копилка, сделанный дедушкой для внучки Танечки Шишигиной. Его тоже просто нашли на улице. С другой стороны, там есть такая дарственная надпись. Здесь мы видим датировку под звездочкой «1959 год». То есть мы так почитали, что Танечке Шишигиной сейчас лет около 60, и у нее наверняка уже есть свои внуки, которым она, возможно, делает тоже какие-то игрушки. Кем была эта девочка и что с ней стало, сотрудникам музея выяснить не удалось. Так что Танечка Шишигина, если ты узнала свою детскую игрушку, приходи в музей на покровку 8. Оксана Панагошина, Владимир Гайдаев, Время новостей.